здравствуйте друзья очень интересный вопрос нам задан вопрос звучит так вот молодой человек говорит я когда вижу людей то по их улыбки по мимике жесту по каким-то чертам лица и так далее я могу примерно охарактеризовать вот этого человека и и в общем то это более-менее работает то есть он редко ошибается и он спрашивает да он говорит что это происходит потому что у него уже есть опыт жизненный и вот поскольку он в жизни уже видел людей вот с этими чертами лица мимикой жестом и так далее то вот значит этот опыт он как-то переносим есть вообще на эту тему там скажем вот известное высказанное что глаза зеркало души даже когда смотришь глаза там много чего видно есть целая наука которая на эту тему вам много чего может рассказать вот но я так скажу без того чтобы лезть в эту науку тем более что я не в курсе я просто знаю что это как бы все исследуется и есть обобщение очень эффективные статистически на эту тему но я бы так сказал значит мы мы все вот сам факт того что мы с вами сейчас от разговариваем и слышим друг друга в 2013 на пороге 2014 года это говорит о том что есть сотни дома то может и тысячи давайте про тысячи поколений перед нами которые были в результате их жизни вот которая состояла то что они должны были значит там значит размножиться до выжить и размножиться выжить и размножиться выжить и дать продолжить рот и вот мы являемся с вами как бы воплощением успешности вот этого их пути давайте мы потомки тех кто выжил и размножился и наша способность выживать и размножаться она невероятной мощности это все что мы есть на самом деле по большому счету я почему это все рассказываю дело в том что наша способность читать по лицам она генетическая понимаете то есть помимо того что есть жизненный опыт и я я не хочу как бы эту часть никуда скидывать я просто хочу сказать что помимо того что у нас есть жизненный опыт а у нас есть еще опыт генетический вот например если у вас по шее ползет паук что происходит вы совершенно машинально рефлекторно вы хлоп по шее и нет паука почему да потому что было много народ которые погибли от пауков те люди у которых не сформировалось вот это хлоп по шее не дожили не дали потомство они 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 не среди нас были такие люди тоже но они не не дали потомство поэтому вот это вот наша реакция на чужие лица на мимику на жест на выражение лица и так далее это наше наследие это наше богатство это наш генетический опыт тут есть другая тонкость для то что разные люди можете поставить 5 разных людей они посмотрят на одно и то же лицо и у них реакция будет разной то есть мы как бы с вами носители разного опыта как нашего личного так и опыта поколений понимаете поэтому ну ну конечно мы мы все и я тоже и я думаю что любой человек который нас слушает он вам скажет что он по лицу может скажем у человек нравится или он не нравится то есть еще одна тонкость если вы смотрите на лицо человека и почему-то вы считаете что человек плохой то есть вот по этим у вас сложилось впечатление что он плохой даже если у вас не было для этого реально никаких оснований но вы будете его дальше воспринимать как плохого и вы найдете много подтверждений тому что он плохой если бы ваша система так сказать вот этих меток говорила бы вам что он хороший он в вас и дальше шел как хороший и вы бы нашли в нем очень много хорошего то есть я хочу сказать про относительность нашего восприятия мы своим этим восприятием мы как бы программируем свое дальнейшее отношение к этому человеку то есть вот мы его увидели вот так вопрос дает он где ты меня это в общем то более менее срабатывает она может значительной степени срабатывать просто потому что однажды начав с этого стереотипа может не хотим от него отклоняться и время находим какие-то подтверждения тому что это правильный стереотип хотя может быть совершенно не неправильно ну и так далее то есть я я думаю что мы все так или иначе можем сказать что да вот мы глядя на человека можем что-то такое сказать что нам нравится или не нравится и так далее что в основном это даже работает в основном ну да вот но в общем и там много очень глубокого очень очень глубокого и на генетическом уровне и на уровне просто науки которая систематизируя обобщая это все и классифицируя просто вам говорит вот что там в лице человека или в его мимике в его жизни что она значит это это тоже как бы совершенно объективное знание то есть мы можем иметь его больше или меньше мы можем его на интуитивном уровне носить но это совершенно объективное знание счастливо